Сбоку ляну на кун. Давайте все встанем. Я думаю, есть причина, почему мы всегда опаздываем. Как Моисей водил 40 лет в пустыню, вот оттуда, наверное, у нас есть эта память. Мы все еще ходим. Написано здесь по-русски. Блаженны сидящие в доме твоем, они будут прославлять тебя. Блажен народ, который так поступают. Блажен народ, чей Бог есть Господь. Мы сейчас будем провозглашать эти слова. Это не первый раз, что мы это делаем. Я очень надеюсь, что потихоньку мы выучим эти слова и мелодию. Давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Иоанна. Это в сущности заповедь, которую дал Бог сына Моя. И он сказал так. На русском это звучит так. И пусть хранятся на Израиле вы шаббат, празднуя шаббат в род вечный. Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день шестой почил и покоился. Азраим и такрин в бакаша. Вешамру вне Исраил это шаббат. Ластот это шаббат ледуротам брит улям. Ки бешешет ямим бара Иллюим это шамаем в это арец. И в день шеви шаббат и нефаш. Вешамру вне Исраил это шаббат, ластот это шаббат ледуротам брит улям. Вешамру вне Исраил это шаббат ластот это шаббат ледуротам брит улям. Вешамру вне Исраил это шаббат ластот это шаббат ледуротам брит улям. Ки шешет ямим аса Адонай от шамай и от арец. Вешамру вне Исраил это шаббат ластот это шаббат ледуротам брит улям. Увайом השеви шаббат вай нафаш шаббат вай нафаш шаббат май нафаш. Вешамру вне Исраил это шаббат ластот это шаббат ледуротам брит улям. Аллилуйя, вену шебу шамай мы благодарим тебе за шаббат ледуротам брит улям. Весамру вне Исраил это шаббат ледуротам брит улям. Весамру вне ищите нафаш шаббат нему. Мы хотим прославить имя Твое. Потому что Ты свят. Ты свят Господь, и нет такого как Ты. Аллилуйя, спасибо тебе, Боже. Мы сейчас начнем с нашим имя. А в каждой кружке, пожалуйста, поднимитесь. Давайте начнем. Не так, что ты сидел, так что ты ходишь. Я написал на Знай, чтобы кем-то из-поиса ищем. И напишись на тюрату, которую я дотаю тебе. Ты не камуха в Альтре? Мы получаем? Весно? Что? Тюрата в Альтре? Почему у нас есть Альтре? Весно, мы получаем. Не камуха в Альтре, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барушенатан Тора Тора Субтитры создавал DimaTorzok Барушенатан Тора 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 И то, что мы видим в этой картине, в этой ситуации, это исправление, исправление, покаяние, все возвращается на правильное место, и приходит мир, и 12 коллег израильных возвращаются к своему предназначению. Это как светильник, данный Аврааму, как факел, данный Аврааму, чтобы принести спасение в этот мир. И этот факел передается как в эстафе, так к Ицхаку, потом к Якову. Но 12 братьев не могут принять это призвание, потому что между ними разлад. И мы видим через всю эту историю, один поднялся, другой опустился, один покаялся, другой принял свое место. И Бог приводит их на место совершенства. Они становятся способны принять эту историю, и сделать базу, основания для будущего. Если мы сами не находимся в мире, мы не можем исполнить волю Божьей. И об этом я немножко хотел говорить. И я хочу использовать другой, совершенно другой стих. Что все еще, вся мудрость, это вернуться к Господу. И, в принципе, то, что было очень сильно, что Ицхак говорил об очень похожих вещах. И я верю, что это нам послание. Если мы хотим сделать что-то хорошее, то первое решение, вначале всего нужно иметь мир между собой и Богом. На иврите есть такое выражение, покаяние. И это не обязательно знать все свои грехи. Конечно, важно признаться перед Богом, я этим согрешил. Но самый глубокий смысл покаяния, это вернуться к Богу, вернуться к Отцу. И об этом написано в послании к Ефесянам. Что невозможно исполнить волю Божью без того, чтобы знать Иешуа. И, в сущности, мы можем поставить знак равно между покаянием и знать Иешуа. Если мы знаем Иешуа, то, в сущности, возвращаемся к Отцу. И, если мы возвращаемся к Отцу, то мы сможем сделать все, что Бог просит от нас. Есть вещи, что Он хочет и ожидает от нас. Он ожидает от нас каких-то действий. Но самостоятельно, своей силой, невозможно этого сделать. Есть история, когда Иешуа встречается с богатым юношем. Помните эту историю? Как Иешуа разговаривает с ними, он спрашивает его, как я могу исполнить волю Божью? Он говорит, я почитаю своих родителей, я стараюсь вспомнить все законы Торы. И, в конце, есть такое предложение, И, в конце, есть такое высказывание, И, в конце, есть такое высказывание, Иешуа говорит, послушай, оставь все, просто иди за мной. И написано, что Он засомневался. Он говорит своим ученикам, Бог и все возможен. Человек может сделать многое, но не все. Если мы хотим исполнить то, что Бог ожидает от нас, то очень важно, чтобы мы обратились к Нему. И есть еще один рассказ, история о том, как сын оставил своего отца, и потом он возвращается, это притча в уродном сыне. И он признается, я согрешил против неба и перед тобой. Когда ты возвращаешься, и ты примиряешься с ним, и примиряешься со всеми, кто рядом с тобой, ты можешь исполнить свое предназначение. Иуда и десять его братьев, они примирились с Иосифом, и примирились с Богом. И таким образом они оказались в такой позиции, в такой ситуации, что они смогли исполнить волю Божьего призвания, свое предназначение. Кто это все время сцепляет телефон? Вы сможете написать это? В просьбе, у кого телефон все время напоминает что-то, поставьте его без звука. Это уже пятый раз, наверное, Ангел Гавриил посылает смс кому-то. Что нужно закрыть телефон. Я хочу учить сегодня из второго псалма. Это та же проповедь, которую мы читали из Торы. Если можно высветить второй псалмон. Ага. 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 Костя, наверное, твой телефон, но ты пытаешься, я не могу обраться. Две причины. Почему слабые всегда противятся сильно? Первое, иногда просто человеческое глупо. Недостаток знаний, невежества. И в этом мире, такая ситуация, что люди относятся к Богу, как будто его нет. Иногда через философию они начинают понимать, что да, Бог существует. Но внутри нет откровения, нет понимания. Я хочу остановиться на минуту. Почему вы думаете, я стараюсь много, чтобы говорить на иврите? Легче мне намного говорить на русском. Почему вы думаете, я это делаю? Есть еще одно, но здесь есть подростки, молодцы. Вы понимаете иврит, и вы между собой в это время разговариваете. Проходите вперед, пожалуйста. Проходите вперед, пожалуйста. Намного проще говорить на русском. Но это специально делается, чтобы было понятно всем. Я продолжаю. Почему вас стоят народы? Потому что нет знаний, потому что нет знаний. Потому что нет знаний, нет пониманий. Потому что каждый день в телевизоре и в университете мы говорим о атеизме или о Дарвин. И все умные, которые выходят, потихоньку продвигаются в карьере и становятся управляющими народами. И они противятся всему устройству небесу. Но это все очень местное. И есть еще что-то более глубокое. Вавилон. Вавилон, помните историю, что с ним произошло? И все еще он продолжает жить в нас. И он внутри у нас. И на нас Бог излил милосы. И мы узнали Иешуа. И мы узнали Его. Гай, шалом. Вау. Какой орех есть для нас. Какой он у нас гость есть. Захавельши ли Гай Коэн. Это мой друг Гай Коэн. Но Вавилон, который находится внутри. Он просто естественным образом. Он влияет на разум. И люди начинают противиться Богу. Без размышления. И первая вещь, которую мы здесь видим. Что с одной стороны, весь мир отравлен Бавилоном. Но нам Господь дал милость. И через Иешуа мы вернулись к нему. И Бог нам дал немножко, немножко, немножко разума и понимание. И очень важно ценить и держать. И развивать. И не пренебрегать теми дарами, которые Бог дал нам. Давайте продолжим читать. Написано в стихе. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Живущий на нем в лесах посмеется. Господь поругается им. На русском здесь как будто я скован. Давайте сбросим с себя оковы. Эти слова, царь Давид говорит, как будто все народы говорят. Какие овзы, какие овы ты на нас положил. Они обращаются к Богу. Как вы думаете, на что именно здесь царь Давид намекает? На какие кабели, на какие оковы, на какие цепи он намекает? На что он... Народы как будто говорят. Вот ты сковал нас цепями, оковами. А что это? Что вы думаете? А что вы здесь написали? Аль-Туре. Еще мысли. Грехи. Махшива ахерет. Здесь написано. Что народы без всякого знания о Боге говорят. Почему народы говорят, в принципе, о Туре? Почему ты связал нас с этими законами? Они не знают этого. Мелых Давид говорит. Царь Давид говорит. Тора не тенет хофеш. Тора дает свободу. Тора ор лереглай. Тора свет ваших ногах. Если я делаю то, что Бог мне повелел, это освобождает меня. Но нет другой, который говорит, что это кабель, это освобождение, это освобождение. Но с другого взгляда, с взгляда противников Богу, это как будто оковы, цепи. Как будто связывают людей. Мы знаем, что Тора это не оковы. И как мы можем укрепить устройство, которое Бог устроил в этом мире? Как? Просто сказать, что он хочет нам. Абсолютно верно, Бронислава. Как? Катув, тахов, тахов. Катув, аль тигнав, аль тигнав. Таасе бидиук маше катув, зе ло каше, в зе мишахре. Не кради, не кради. Написано, люби, люби. Аз и дабер алеймо, беофо, ве бе хороно и вхело. Вони насадти мауки альцион харкадош. Давайте вот два стиха прочитаем. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью свою перейдет их в смятение. Я помазаю царя моего над Сионом, святою горою мою. И в шар лит на гедле буре аулам. Невозможно противиться Создателю Музыка. Глупость и то, что говорят люди, что Бог воюет с Сатаной. Он не воюет ни с кем. Он просто может дохнуть, и вся армия, которая перед ним стоит, просто разваливается. И здесь, как бы, иносказательным языком, Бог говорит глупость, и вы говорите. Он говорит. Вернитесь ко мне. И вот мессианский текст. Я помазал царя моего над Сионом. А о ком написано здесь? А о ком? Котом-коне они хотят реагировать, что кен, бесофошил одавар, кен катувал Иешуа Хамашиев. Прежде всего, я хочу сказать, да, в конце концов, здесь говорится о Иешуа. Но в начале написано, вот сын, которого я ныне родила. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. На тарбут ягоди меаз, меаз, ме аимим апподмим. В традициях еврейских, в прошлых веков. Коль азман, кше я самим ядаем, ал бенадам, в мулеким оту, осим мемену мелех, аю куриим алав, у бенелогим. Каждый раз, когда помазывают кого-то в цари, на царя, на царство, говорят ему, он сын божий. В мушхим алав шемен. И помазывают его маслом. В махризим браха. И провозглашают благословение. И говорят, вот Мессия сын божий. Но в жизни Иешуа. Адабар азе кара миспар памим. Это происходило несколько раз. Кше он нолад. Когда он родился. Кше виото лебета мигдаш в бирхот. Когда привели его в храм. Кше у авар маем тсила. Когда он прошел погружение. Кше ая коль мишамаем ше и хриз. И не бни айом ноладитиха. Который провозгласил. Вот сын мой, которого я не родил тебя. Бет кума мина митим. Даже в воскресенье. Байерет ла Ромим катув. Хине бен шели. Везе ухах бет кума мина митим. Послание римлянам сказано. Вот сын мой. Через воскресенье из мертвых. Показавшись, что тем, что он сын мой, что он в воскресенье из мертвых. И все эти стихи. Указывают на Иешуа. А спасителя. Но это написано. Заметьте, во времена царя Давида. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли в обладение тебе. Ты поразишь их джезлом железным. Сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари. Научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом, и радуйтесь с трепетом. Царь Давид говорит. Когда этот Мессия придет. В его силе будет управлять всей землей. Здесь связь с Парашат Шабуа. Как же Иосиф. Как же Иосиф был как царь в Египте. И только фараон был над ним. Вот Иешуа, он царь царей. И только Отец, был Отец над ним. И он говорит, я даю тебе силу, царь стоит над всей землей. Еще стих. Почтите сына. На иврите написано, целуйте сына. Есть несколько переводов этого слова. Один из переводов этого слова, поцелуй, не поцелуй, а оружие. Вооружите. Вооружите с чистотой. А вальтергумахер, нишку Эдвар, бедюк Моше Саша Тергем. Другой смысл, это... Титнуло нишика. Как было сказано. Дайте, поцелуйте его. Мазут умерет. Что это значит? Титкарвой лав, ве тинашку, это яда. Приблизьтесь к нему и поцелуйте его. Таскиму, шеумелех. Признайте его царем. Ве аз, уявил ахим хесет. И тогда он даст вам свою милость. Ве им ло, азатэм ткаблу, эт кола ковет, шел мишпатон. И если же нет, то вам остаются только суды. Я же суда. Я возвращаюсь. Они хозер ле концепта решон. Еще раз я говорю о центральном смысле. Лекол ехад, есть мотара ва хаима. У каждого есть смысл, цель жизни. Но своими силами невозможно исполнить. Энешим хохамим, аширим, цадиким, не могут им ласот от моло хакрия шейлухим сам олен. Люди умные, богатые, даравиты не могут исполнить. Они могут сделать многое. Но не ласшелим. Но не ласшелим. Не все сделаем. Рак ба-елухим офшар. Только силой божьими. Но для этого мы должны обратиться к Богу, вернуться к Нему. Катув. Написано. Вернитесь, обратитесь ко Мне. И я дам вам силу. Хет, вехосер шалом, им раеву. Ба-этсм, не нотен лану лахзор эла бамлоо. Грех и раздоры, ссоры с своими ближними не дают нам возможности вернуться к Богу полностью. И вот картина, Иосиф и его братья. Это картина, которая полностью подходит и к нам. Иногда люди ссорятся из-за чепухи. Иногда что-то внутри, как гордость или упрямство, подстригает человека быть несогласным с другими. Почему метутся народы? Он знает, что он велик. Но в Евгении есть грех, этот Вавилон. И очень важно прийти к Нему. И попросить, освободи меня, пожалуйста. Освободи меня от этого, от этой горечи. Они хотят, чтобы мы все встали сейчас. И помолились вместе. Я прошу всех, встать сегодня, сейчас. Я также хочу, чтобы мы сейчас разговаривали вместе вместе. И я прошу, чтобы вы вместе помолились, повторили за мной. Я прошу всех вас. Давайте помолимся, короткая мариха. И дальше будет вечеря Господа. Господь наш Небесный. Помоги мне хотеть того, что ты хочешь от меня. Помоги мне совершить то, к чему ты меня призвал. Прости грехи мои. Достань из меня, из моей внутренности грехи. Достань из меня, из моей внутренности грехи. Очисти меня от Вавилона. Я обращаюсь к дорогой крови, Иешуа Мессия. И я прошу, исцели мою душу. Я прошу, Господь, дай мне силу продолжить. И исполнить волю твоего. Вашем Иешуа Мессия. Во имя Иешуа Мессия. Амин. Амин. И варех лиха, Адонай, ваишмириха. Яер, Адонай, пана велеха, ваихуниха. Иса, Адонай, пана велеха. Ваишем лиха, шалом. Субтитры сделал DimaTorzok.